Так, я работал начальником юридического отдела Центра Алмазова, нашего первого медицинского университета, и сейчас я работаю директором одного учреждения медицинского, маленького, не онкологического, а психиатрического. Спасибо за вопросы, которые вы задали. Вот Алексей Анатольевич Староченко вопрос задал, я просто хочу вот тему уголовно-правового немножко закруглить. Вот, перед выступлением своим я вообще цивилист, то есть я не занимаюсь уголовным правом, занимаюсь гражданским правом. Но я хочу сказать, что вот на мой взгляд вопрос по ответственности, по ответственным следователям, ну Татьяна Николаевна уже в принципе ответила, на самом деле следователь, он связан рамками УПК, и если при поступлении заявления, которое носит признаки того, что указано УПК, он не сделает, ну да, на самом деле увольнение, я просто к тому, что мы, конечно, можем говорить об ответственном следователе, но вы поймите, что мы сами можем оказаться, да, как и пациентами, так и потерпевшими, я говорю не о медицинских делах, а о других там, да, вот, каких-то ситуациях, и если мы будем следователю вот связывать руки с дубиной, стоять, то же самое, кстати, у судов, понимаете, вот, ну по судам там легче, хотя тоже есть такие вещи, когда почему вы осудили врача, почему так далее ему такое строгое наказание, но поймите, есть же и иные способы обжалования, да, это апелляционная инстанция, конституционная инстанция и так далее, то есть каждый имеет право на свое мнение в рамках, разумеется, закона, поэтому я бы вот как бы не стал связывать это так очень жестко, и то, что касается, ну Татьяна Игоревна поскромничала и не сказала, о деятельности вот нашей ассоциации и ее организации в том, что на самом деле в Петербурге, если вы вот оцените, ну может быть, Татьяна Игоревна как бы добавить, что то, что в России стало популярным, вот эта статья 238 УК, да, как там она, правильно, оказание услуг несоответствующим требованиям безопасности, а знаете, почему она популярна? В отличие от тяжкого вреда здоровья, точнее смерти несоответствующих, она носит, ну это, на мой взгляд, не специалист по праву, носит формальный достаточно состав, и самое главное, что там хорошая санкция до 6 лет лишения свободы, да, да, 6 даже, по-моему, да, и, да, абсолютно верно, да, и сроки большие, и наказание большое, и формальный состав, вот отошли от каких-то порядков или стандартов, вот вам уже готовая статья, и особо ничего доказывать не надо, а по тяжкому вреду здоровья, по смерти, по неосторожности, конечно, там нужно больше усилий, там судебно-медицинская экспертиза, с которой можно спорить и так далее, вот, поэтому здесь эти вопросы, конечно, тоже они стоят, но мы, вот, как бы, что сделали, да, по Петербургу, у нас все-таки мы вот эти наши рекомендации даем, мы со следственным компетентом работаем, и, на мой взгляд, у нас, кажется, меньше стало все-таки, вот, по этой статье, то есть, как бы, следователи, они немножко стали в этом вопросе более чутко разбираться, вот, ну, я, в общем-то, теперь о своем. Ну, мы уже говорили, да, о том, что все отношения, которые связаны с правом на охрану здоровья, они могут быть предметом судебной защиты, и, соответственно, наши граждане обращаются в суд, отдельно как от пациентов, какие меры к пациентам, это вот тоже, опять же, отдельный разговор, сейчас не буду об этом, ну, я хочу некоторые такие моменты подчеркнуть, что в соответствии с нашим гражданским законодательством ответственность на юрлица наступает в случае причиненного вреда его работникам, то есть врачом, и, соответственно, ответственность несет юридическое лицо. И вот по искам пациентов клиники я все время проводил с помощью нашего городского бюро исследования по судебным медицинским экспертизам, потому что, к сожалению, в судах я тоже пробовал, но в судах нет такой статистики, отдельно не выделено в статистике судебные медицинские дела, поэтому здесь как бы трудно ее вести, но вот посмотрев эти экспертизы, потом как бы пытаясь это проследить на уровне судебных решений, мы сделали вывод о том, что 50% необоснованных исков пациентов – это причины этико-эдентологического характера. Необоснованные иски, ну, это, если по аналогии с уголовными правовыми, да, это там, где пациент иск подал, а суд отказал в иске пациенту. Что делать с этим пациентом? Вот здесь как бы вопрос вставал, а можно ли к пациенту какие-то требования предъявить? Ну, в моей практике был один случай, когда я от имени организации, от имени больницы подал встречный иск, но это было давным-давно-давно, в 99-м году, а теперь я просто вынудил этим встречным иском, там пациент написал в иске, что врачи больницы погубили его жену своими преступными, халатными и циничными действиями. Две экспертизы было, которые показали, что врачи все сделали правильно, она умерла от инфаркта, перед этим за три дня ей была сделана ЭКГ, которая, в общем-то, ничего не показала, никаких патологий в этом плане. Но, тем не менее, вот это случилось. Тем не менее, муж настаивал и стал уже как-то активно очень писать еще письма в разные инстанции проверяющие. Ну, что делать? Способ защиты – это подача встречного иска. Я подал встречный иск, соответственно, о том, что о защите деловой репутации, где он своими действиями нашу деловую репутацию нарушает. Соответственно, по общему правилу мы должны были доказать только распространение этих сведений, а он должен был доказать то, что на самом деле преступные, халатные и циничные. Ну, соответственно, по данным, по всем, ни одного уголовного дела на протяжении там нескольких лет в отношении врачей в больнице не возбуждалось ни по тем статьям, которые у Татьяны Игоревны были названы в докладе, ни по статье 293 «Халатность». И, соответственно, встал вопрос о циничных действиях. Ну, я принес на заседание толковый словарь Ожегова, где мы толковались, что такое циничное действие. Это действие, откровенно пренебрегающее общественной моралью. И тоже выяснилось, что никаких действий в отношении этой пациентки и в отношении этого человека, пренебрегающих общественной моралью, не было. То есть мы доказали, что его заявление несостоятельное. Следовательно, он просил по тем временам 200 тысяч рублей, и мы просили 200 тысяч рублей. И, поняв, что он проигрывает, он и его адвокат отказались от иска. Мы выиграли, но сейчас, я это говорю, это было давно, сейчас, значит, плену Верховного суда определил, что вот такие иски, они не могут быть как бы признаны. Почему? Потому что право пациента, право человека на обращение в судебную инстанцию – это его право по Конституции. Поэтому нам вот в этом плане мы защититься не можем. Мы должны доказывать то, что мы, в общем-то, все делали правильно и в соответствии с порядками, стандартами. Ну вот, когда мы стали выяснять по причинам этикоденологического характера, выяснилось, что 21% тут говорили о том, что вы с пациентами обращаться не умеете, плохо там, и поэтому некоторые из врачей, и это вызывает какие-то реакции. На самом деле, вот на первом месте стоит негативное высказание врача о предыдущем лечении пациента. А дальше уже вот идет и грубая, и врачебная тайна, и все там в порядке уменьшения. То есть часто бывает так, что пациент приходит к какому-то доктору, а тот говорит, ой, кто же вас так лечил? И начинает свою концепцию излагать. Это неправильно. Почему? Потому что мы с вами не знаем, да, а с чем пациент к тому доктору приходил, все ли он им рассказал, а как в тот момент было течение болезни, какие препараты он принимал, осложнения были или нет. Это вот много факторов, поэтому огульно говорить так в отношении коллег нельзя, я вас к этому призываю. Ну, соответственно, две как бы категории на сегодняшний день исков. Это причинение на вреда здоровью и качество оказания медицинской услуги. И в последнее время большая часть идет, конечно, по качеству оказания услуги, особенно после принятия Пленума Верховного Суда в 2012 году решение, которое фактически приравняло наказание услуг в сфере ОМС, вернее, подпадание этой категории под действие закона о защите прав потребителя. Раньше было как, что все, что по договору оказания платных услуг, это закон о защите прав потребителя. Все остальное – это причинение вреда здоровью. Теперь вот как бы поменял Верховный суд несколько позиций, и теперь, соответственно, больше стало по качеству оказания медицинской услуги. Ну, по первому направлению, там, конечно, процесс доказывания со стороны пациентов достаточно сложный. Вот вы видите, что подлежит доказыванию. Утраченный потерпевшим заработок, доход, который определяется как разница между тем, что человек мог бы получить, и что он получил по больничному листу. Некоторые, конечно, пациенты с помощью своих, особенно частной фирмы, пишут какие-то фантастические суммы, которые они могли бы получить. На этом основании иски какие-то сумасшедшие заявляют. Но мы же юристы понимаем, что все доказуемо. Поэтому если кто-то пишет, что он там мог получить, то мы, пожалуйста, начинаем это дальше развивать, и выясняется, что это все пустышка. То есть этих денег человек мог и не получить. Поэтому тут по каждой позиции можно говорить и спорить. И все, я хочу сказать, что это все, все доказательства по этой статье, они должны быть подтверждены записями в медицинской карте пациента. Можно придумать какие угодно чеки, где насобирать и как угодно. Но если в карте пациента нет подтверждения тому, что это было необходимо, вот то, о чем я раньше говорил, то, естественно, это не доказательство для суда. По компенсации морального вреда. Конечно, основная часть взыскания – это компенсация морального вреда. И известные иски, ну вот у нас, допустим, в Петербурге в 2015 году Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с первого медицинского университета имени Академика Павлова 15 миллионов рублей. Ну это, наверное, самая большая была сумма. И сейчас иски достаточно большие. Миллион, два миллиона взыскивают, в отличие от того, что было раньше. Поэтому, естественно, риски для организации достаточно велики по финансовым потерям. Это, кстати, отчасти можно объяснить, почему иногда вот уголовные дела, иногда даже с подачи медицинских учреждений возбуждаются. Почему? Потому что если идет речь о том, что с клиники взыскивается какая-то сумма в порядке гражданского судопроизводства, то потом считается, что в порядке регресса можно с конкретного доктора, который привлекается в процессе в качестве третьего лица, эту сумму взыскать. Ну это я так тоже пугаю врачей. Но если я бы был на стороне врача, там подход немножко другой. Почему? Потому что врач же все-таки кто он такой? Он работник, работает по трудовому договору. Значит, на него распространяется действие трудового законодательства, где как бы четко написано, что в полном объеме взыскивается только, если есть договор о полноматериальной ответственности, либо там уголовное дело. Но понятно, что врач вообще не субъект с точки зрения полноматериальной ответственности, если, скажем, это не какие-то хозяйственные функции у него еще как бы дополнительно. Поэтому реально по закону можно взыскать только месячный оклад. Ну сами понимаете, да, 15 миллионов и месячный оклад. Где, да? Поэтому надо попытаться найти какие-то основания для возбуждения уголовного дела. Тогда можно взыскать в полном объеме. Ну это мое такое личное мнение. Может быть, вот поэтому идет такая как бы тенденция. Ну и, соответственно, да, по способу и размеру. Значит, это страдание, это степень вины причинительного вреда. Все это изучается в процессе. И, к сожалению, у нас нет стандартов таких каких-то прецедентов, как в Америке, допустим. Услышал пациент, что о нем во время операции врачи говорят на ранней стадии, да, на самом-примедикации, наркоза, вот, то, значит, это 20 тысяч долларов, да. Если там ампутировали руку или ногу, там это 15 миллионов, я так условно говорю, да. У нас такого нет, поэтому у нас это все чисто субъективно. Я хочу 15 миллионов, ну, пожалуйста, рассказывай, почему, как страдал и так далее. И суд уже решает. Вот по этому делу, кстати, по 15 миллионам рублей за смерть ребенка вследствие некачественного родовспоможения прокурор даже просил 5 миллионов, как бы в речи своей заключительной, а судья посчитал, что 15. Почему? И я, как бы, беседовал с участниками этого процесса, потому что первый медицинский, несмотря на то, что экспертиза была именно судебно-медицинская не в его пользу, тем не менее продолжал настаивать, что врачи все сделали правильно. Ну, судью, как бы, это очень удивило, возмутило, и поэтому вот полно, в полном объеме сколько просили, столько и присудило. Ну, по компенсации морального вреда, как бы, две составляющих – это нравственное и физическое. Каждая из них обусловливает, да, все мы знаем о психозоматическом самохарактере заболеваний, поэтому тут все взаимосвязано. Я просто быстро, так уж и времени чувствую, может быть, не хватит. Соответственно, старый очень пленум Верховного суда, который указан, да, который указывает, что моральный вред, он компенсируется с учетом вактических обстоятельствах, причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего, других конкретных обстоятельств, которые свидетельствуют о тяжести перенесенных заболеваний. И два признака, да, это индивидуальная значимость и устойчивость причиненного ущерба. Ну, у меня по онкологии было всего два дела. Я вот из 120 дел, которые я вел по медицинским делам, у меня только 10 было на стороне пациентов, там у меня 100% результат, все дела я выиграл, остальные, это, значит, я на стороне учреждений, там у меня похуже результат, я 10 проиграл, все остальные выиграл, вот, все проигранные свои помню, и выигранные тоже помню. И вот по онкологии одно дело такое было примечательное, где я был на стороне медицинского учреждения, родственники которого подали иск к нему о компенсации морального вреда, вызванного смертью близкого родственника вследствие некачественного оказания медицинской помощи, а именно, что врач-гинеколог в консультации не увидела онкологическое заболевание, рак шейки матки. При этом там были назначены соответствующие процедуры, при этом там одну процедуру не сделали в поликлинике, в консультации по причине отсутствия или там ремонта оборудования медицинского, и адвокаты родителей, женщина 28 лет умерла, они привели двух свидетелей, которые с их стороны должны были показать, да, что все-таки, вот, какие там она страдания испытывала, какие у нее были симптомы заболевания и так далее. Но в процессе мне удалось доказать, что то, о чем Татьяна Игоревна говорила в плане уголовных дел, ну, самогражданские несколько иное, но тем не менее мне удалось доказать, что пациентка небрежно относилась к своему здоровью, не выполняла предписания врача, вот, и их свидетели, они стали моими свидетелями, то есть я им вопросы задавал, ну, соответственно, все сыпятся на мелочах. И вот мне удалось это доказать, в иске было отказано. Безумно было жалко родителей, которые потеряли молодую дочь, ну, я был на стороне больницы, поэтому, в общем-то, я сделал свое дело, вот, и очевидно было, видно, что все назначения, которые реально были, как бы, сделаны, и часть из них была пациенткой выполнена, часть была игнорирована, а то медицинское, как бы, назначение, которое было показано и не было сделано, оно не могло повлиять на ход дальнейшего лечения. Но это не мое было заключение, не суда, это судебная медицинская экспертиза это показала. Ну, и, соответственно, в иске о компенсации морального вреда было отказано. Пленум Верховного суда от 1917 года, вот, он указал, что основанием для вытворения иска является нарушение прав потребителя. Поэтому вот это к тому, что и помощь по МС, она тоже может быть оценена по закону о защите потребителя, тоже вот, как бы, здесь на это надо обратить внимание. Соответственно, также Пленум указал, что нарушение, установленное в соответствии с законом порядка и стандарт на оказание медицинской помощи, проведение диагностики, лечения после операционных процедур является нарушением требований качества медицинской услуги и нарушения прав в сфере охраны здоровья, что может быть также рассматриваться судом как основание для компенсации потребителю морального вреда и возмещения убытков. По снижению морального вреда. Вот мы тут о врачебной комиссии упомянули немножко, но я хотел сказать, что на самом деле, уважаемые коллеги, а я врачей коллегами называю, потому что, в общем-то, близко профессии нашей. Я в основном на стороне медицинских учреждений врачей выступаю. Мы недооцениваем комиссию врачебную, хотя за отсутствие времени я подробно не буду останавливаться, но вот откройте на сайте Федеральной антимонопольной службы. В 2014 году они проводили проверку органов управления здравоохранением, территориальных фондов ОМС, страховых компаний медицинских на предмет контроля качества медицинской помощи. Там большой доклад на 130 самосторонизах и заключение на 44. Что примечательного, что Федеральная антимонопольная служба в конце 2014 года, 5 лет назад, сделала заключение, что в Российской Федерации отсутствует встроенная система контроля качества медицинской помощи. На чем они основывались? На том, что, вот мы тоже говорили о лицензионных требованиях, заключение некоторой судебно-медицинской компании страховых, терфондов и даже органов управления здравоохранением, о наличии при обращении граждан, что медицинская помощь оказана некачественно, они не могут быть обоснованными. Почему? Потому что экспертиза качества медицинской помощи входит, если я не ошибаюсь, в то, что подлежит обязательному лицензированию. Нет лицензии, соответственно, это неправомерно. И это исключается из числа доказательств. У нас тоже был по этому поводу в 2016 году по центру Алмазова спор судебный. Пациент заявил, что помощь медицинской была оказана некачественно. Представил в суд заключение компании страховой медицинской, которая проверила эксперт компании и дала такое заключение, что медицинская помощь оказана некачественно. Мы приходим в суд и говорим, что у нас протокол врачебной комиссии, а вот в этом докладе антимонопольной службы очень примечательно. Они признали, что единственным легитимным на сегодняшний день в Российской Федерации, исключая судебно-медицинскую экспертизу, единственным легитимным инструментом является заключение врачебной комиссии при условии соблюдения протоколов лечения. Соответственно, центр Алмазова такое заключение сделал, и вот на весах два этих доказательства. Заключение компании страховой некачественной медицинской помощи и комиссия врачебная центра Алмазова. Адвокат пациента говорит, «Ну так это же они сами себя проверили. Понятно, что другого заключения быть не может». Мы говорим, «Ну хорошо, давайте тогда судебно-медицинскую экспертизу». «Нет, мы не хотим, у нас есть заключение компании страховой». Ну, соответственно, поскольку они отказались от экспертизы, мы тоже не настаивали. Суд вынес решение выскать пациенту отказать на том основании, что подтверждено было, что медицинская помощь оказана качественно именно протоколом комиссии врачебной. Поэтому я всех призываю, об этом уже сегодня говорили, сложный случай, жалоба, еще что-то. Пожалуйста, комиссию врачебную создавайте в соответствии с приказами здрава, ее проводите. И плюс еще к пациенту необходимо обратиться с тем, чтобы все-таки вы его приглашаете, даже если вы правы, вы его приглашаете, с тем, чтобы каким-то образом ему помочь. Ведь основная цель – это помочь людям. И когда ко мне пациенты приходят и говорят, значит, вот я хочу подать их суд. Я говорю, какая у вас цель? Если они говорят, что я хочу поправить свое здоровье, я говорю, я вам помогаю. Если они говорят, что я хочу денег получить, ну, тогда это не ко мне, я этим вопросом не занимаюсь. Поэтому если вы обращаетесь неоднократно, пожалуйста, приходите к нам, мы вас полечим, а люди отказываются, то с точки зрения моральной вы свои обязательства выполнили. И требовать от вас еще какой-то самокомпенсации морального вреда можно, но, соответственно, размер будет уже меньше, если вы это докажете, конечно, что вы отправляли. Презумпция невиновности и презумпция вины. Ну, презумпция невиновности – это вот к ведомству прокуратуры, Следственного комитета, самокомитета уголовных дел. А у нас, если мы говорим об отношении гражданск-правовых, это презумпция вины ответчика. Чем она подтверждает, чем эта позиция обоснована? Пункт 2 статьи 401 Кодекса гражданского, где говорится, что обязанность доказывать отсутствие вины лежит на лице нарушившим обязательства. Значит, вы оказываете медицинскую помощь, в соответствии с законом об охране здоровья граждан, вы должны ее оказывать качественно. Если есть договор об оказании платных услуг, там тоже написано, что вы ее должны оказывать качественно. Значит, пациент подает иск в суд, он должен доказать только две вещи. Первое, что он у вас лечился. Второе, какое там представить самозаключение. Это, кстати, тоже важно, некоторые не представляют, поэтому надо обращать внимание суда, что не представлен доказательств того, что осложнения наступили вследствие именно лечения. Вот два момента. Первое, что лечился, и что у него есть осложнение какое-то, которое можно оценивать как следствие, как не следствие, это уже суд этим занимается. Соответственно, наша с вами задача доказать, что мы все делали правильно. Если мы это докажем, мы должны это доказывать. Этим никто не будет заниматься. Мы сами должны доказывать, что мы действовали в соответствии с правилами, порядками, стандартами и так далее. Ну и еще одно основание по презумпции вины ответчика, что вред, отчиненный личности или имущества гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Ну, соответственно, это медицинская организация. Лицо, причинившее вред, освобождает от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Есть тоже такое очень замечательное основание в нашем Кодексе гражданском, статье 1095, основание возмещения вреда, причиненное вследствие недостатков товара, работы или услуги. Мало кто об этом вспоминает, но я хочу как бы подчеркнуть основание. Основание следующее по этой статье. Вред, причиненный жизни, здоровью гражданина, вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков, товара или услуги, недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе и услуге подлежит возмещению продавцам товара лицом, окажавшему услугу, независимо от их вины и наличия договорных отношений. Ну, переведу вам на юридический язык. Что это означает? Это означает, что в данном случае, если нет согласия информированного, и вы не доказываете, что вы эту информацию давали, то действует усеченный состав правонарушения, то есть без вины, без вины. То есть тогда, если нет этого согласия информированного, тогда вам остается только биться за размер. То есть вина уже понятна, да, и есть. Сколько денег выплатить пациенту? Этот вопрос только решается. Также этот вопрос решается в том случае, если некоторые руководители учреждений, если здесь таковые есть, я обращаюсь к ним, что не надо торопиться, если есть перспектива судебного дела, наказывать врача в виде вынесения ему выговора или даже замечания. Потому что если вы ему за какое-то деяние, связанное вот с этим иском, или которое в основу этого иска положено, вы ему вносите взыскание несопринарное, вы автоматически признаете свою вину и, следовательно, облегчаете задачу адвокатам пациента. То есть речь идет только о размере, о вине вообще речи не идет. И даже судебно-медицинская экспертиза здесь, она в какой-то степени уже, наверное, не нужна будет. До судебного разбирательства. Ну, претензия пациента, если идет речь о договоре платных услуг, в течение 10 дней, как потребителю по закону, 30 дней в общем порядке, если это не договор наказания платных услуг. Хотя вот тут юристы спорят, все-таки поскольку пленум определил, то ОМС тоже, но моя позиция самая такая, что исходно все-таки основание оказания медицинской помощи. Если это договор платных услуг, 10 дней, если нет договора ОМС, 30 дней. Значит, копии документов, опять же, подчеркиваю, по письменному заявлению пациента, только копии, и представители пациента только по доверенности. Причем, обращая ваше внимание, что в доверенности должно быть это право указано. Почему? Потому что общая доверенность на ведение гражданских дел в данном случае не работает, и мы этот вопрос уже отдали и в судах, и с нотариусами. Даже нотариусы, в общем-то, не понимали, а как это право отдельно прописывается. Но, тем не менее, у нас уже практика в Петербурге сложилась, что в доверенности должно четко быть указано, какие конкретно медицинские документы, или в целом, или в общем, но это должно быть отдельно в этой доверенности зафиксировано. По комиссии я уже говорил, приглашение пациента, и вот встает вопрос, а можно ли приглашать сторонних специалистов, кто давно работает, и помнит, что в старом приказе Минздраво-врачебной комиссии такая норма была, что в сложных случаях можно было в комиссию включать экспертов для того, чтобы более объективно оценить эту ситуацию. Нынешний приказ, он, к сожалению, жестко достаточно говорит о том, что врачебная комиссия создается только с участием специалистов этой организации. Ну, и насколько я помню, сам Росздравнадзор, если такие факты выявляет, в комиссии, и даже прокуратура, у меня по центру Алмазова была такая ситуация, обнаружили под комиссией, даже не в самой комиссии, а в под комиссии, там одной, ну, по сути дела, это одно и то же, обнаружили стороннего специалиста, который не является работником организации, и, соответственно, вынесли свое представление. И, соответственно, если такая комиссия будет как бы заключение дано, то оно подлежит отклонению, как получено с нарушением действующего законодательства. Поэтому в комиссию можно включать согласие пациента, и это надо оговаривать заранее, вот это вот, прошу вас отметить, в согласии информированном о том, что в особо сложных случаях пациент согласен на участие в врачебной комиссии стороннего специалиста для полного объективного рассмотрения дела. Тогда, ну, вот как-то еще можно из этой ситуации выйти. Оформление протокола и выдача выписки из протокола пациенту. В случае удовлетворения претензий пациента, то есть если на основании заключения врачебной комиссии вы видите, что все-таки да, какие-то были допущены моменты, которые свидетельствуют о некачественном оказании медицинской помощи, то нужно пойти навстречу пациенту. В этом случае оформляется, если идет речь о платных услугах, два документа – это отказ от лечения в клинике в письменной форме и соглашение о расторжении договора о возместном касании медицинских услуг. Если речь идет только, значит, ну, в случае, допустим, онкологии, где оказывается помощь на основе ОМС или ВМП, в данном случае идет речь только, значит, от отказа пациента от лечения дальнейшего. При этом подчеркиваю, что никакие соглашения, заключенные с пациентом и выплаченные им какие-то суммы не могут быть гарантией от подачи искового заявления в суд. То есть, можно с пациентом договориться, можно и выплатить деньги, но право, и даже если вы оговорите, что пациент обвисуется не обращаться в суд, эта позиция ничтожна, потому что право человека на обращение в суд это конституционное право, и никакими соглашениями его умолить нельзя. Поэтому вот обращаю ваше внимание, что можно договориться, но без гарантии. Соответственно, суд истребует медицинскую карту амбулаторного больного, стационарного больного, историю болезни только в подлиннике, акты, справки, выписки, договоры, квитанции, деловая корреспонденция, иные документы, материалы, которые в форме цифровой графической записи с ним керингеновские в подлинниках. Хочу вот обратить ваше внимание, тут в первом докладе у Романа Андреевича сегодня было сказано о важности и значимости электронной цифровой карты. На самом деле это большая проблема, потому что нормативная документация относительно электронной карты пациента, она не охватывает всех позиций, которые могут быть использованы в качестве доказательств, поэтому никто пока нас с вами не избавлял письменные формы, потому что пока еще даже в ГПК, это Гражданский партизальный кодекс, не внесены изменения, которые бы нам позволяли в полном объеме использовать это в качестве доказательств. То есть там, если представляется в виде каком-то электронном, файлы и так далее, там нужно представить кучу документов технического характера, который подтверждает где, когда, на каком устройстве это все было сделано, то есть очень сложно. Соответственно, по ГПК суд оценивает доказательства по своему убеждению внутреннему, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех доказательств, которые имеются в деле. То есть суд не связан ничем в оценке доказательств, и никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Некоторые думают, что вот судебно-медицинская экспертиза, вот как она там будет, так она и так суд и решит. Ну, если со стороны медицинской организации противодействия никакого нет, то так оно и будет. Если юрист вашей организации, который вас защищает, вашу организацию, а иногда и врача, если врач привлекается третьим лицом, то у него тоже должен быть свой адвокат. И даже лучше, если он отдельный от адвоката медицинской организации, потому что последствия могут быть для третьего лица, для врача конкретной в виде какого-то взыскания. Так вот, если какие-то противоречия в судебно-медицинской экспертизе вы находите, соответственно, нужно об этом говорить, ставить вопрос о повторной или дополнительной экспертизе в зависимости от оснований и, соответственно, бороться до победы. Кто опускает руки, тот проигрывает. Кто настроен на победу, тот всегда выигрывает. Поэтому я борюсь до конца и вас к тому же призываю, если вы все делали правильно, разумеется. Если неправильно, тогда лучше пойти на мировое, чем как-то потерять больше от этого, в том числе и по нерепутации. Евгений Николаевич, у вас две минуты хорошая фраза была сейчас, бороться до конца. Я все уже практически схематично. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность, также взаимосвязь. Типичные ошибки по оформлению медицинской карты пациента. Это по данным нашего городского бюро и по данным наших коллег из других регионов. Я так все это обобщил. Небрежное заполнение паспортной части карты пациента, несоблюдение стандартной схемы описания посещения приема, не указан диагноз. Такое тоже бывает. Врачи иногда диагноз под вопросом и оставляют место, и потом это получается просто пустое место. Отсутствие данных о проведении рентген-контроля или описания снимка. Хочу подчеркнуть, что на самом деле в судах даже возникали ситуации, когда адвокаты истцов пациентов оспаривали описание снимков, сделанное врачом, на что и просили исключить исчезла доказательств, потому что это не было сделано специалистом-рентгенологом. Но если это в нашу пользу было, это описание, то я говорил о том, что в соответствии с ковляционными характеристиками любого врача, любого врача, подчеркиваю, даже если есть стоматологи, прошу не обижаться, даже врача-стоматолога, значит, врач обязан уметь интерпретировать данные исследований. Рентгеновские это тоже исследования, поэтому лучше есть, чем нет. недопустимость, краткость использования непринятых сокращений, нарушение права пациента на информацию, несовременность запись о результатах обследования в лечебных мероприятиях, не отражение сведений об осложнениях, которые возникают в ходе лечения. Врачи иногда думают, что если запишут, то будут думать, что это осложнение связано со мной или с моими действиями, но это не всегда так. Отсутствие данных о принесенных сопутствующих самозаболеваниях это самая частая анамнез плохо собирается, не соответствует диагнозу описанию клиники заболевания, не фиксируется момент окончания лечения, особенно важно при оказании платных услуг, где этапность, если оплаты существуют, исправление, вычеркивание приписки, особенно в случае появления пациента осложнений или возникновения конфликта. Сейчас очень современная техника и по одному делу, допустим, по Свердловскому, по Екатеринбургскому центру одному, значит, мы подали на экспертизу и в четырех медицинских картах было выявлено 28 приписок почисток вымарываний, которые на 180 градусов искажали те назначения, которые были реально назначены пациенту. Даже там, где лист был вырван, все равно установили. Не фиксируется факт информирования пациента или отказ пациента от лечения. Это тоже очень важно и одна также из самых частых дефектов. Здесь я хочу то, что у Екатерины Александровны не было сказано, напомнить вам приказ, который не отменен, действующий приказ номер 303 от 3 августа 1999 года, где в одном из приложений говорится, что должно информированное добровольное согласие содержать. это можно использовать. Я уже то, о чем я сказал, что одно перечисление осложнений недостаточно, должны быть объективные подтверждения в карте пациента. Отказ пациента оформить лучше наиболее полно, где указать все возможные варианты, от чего пациент отказывается не только от какого-то конкретного, но и от альтернативных видов лечения. Подпись пациента, подпись леча врача, основные требования к медицинской карте как к источнику доказательств в суде. Полнота записей, то есть все манипуляции, назначения, результаты как в самом учреждении, так и за пределами данного учреждения. По достоверности, правдивость, истинность этих записей, потому что недостоверность, она влечет опасность перехода медицинской карты пациента из разряда письменных доказательств в разряд вещественных доказательств, как раз где будет исследоваться с какой целью, что было сделано, как было сделано с этой карты медицинской. Ну и соответственно положение гражданского пропорционального кодекса, о том, что это доказательство, которое также может служить для цели рассмотрения дела. Третье, это хронология, то есть поскольку это документ длительного введения, особенно в онкологии может быть, то отражает все разнообразные сведения, полученные за относительно длительный период. И нарушение хронологии может привести к тому, что вся медицинская карта будет признана самым доказательством, которое подлежит отклонению. И последнее, это аккуратность и разборчивость введения медицинской карты. То есть медицинские карты должны быть сделаны разборчивым почерком, который позволяет оценку провести экспертам, не нарушает права пациента на информацию и не позволяет исключить эту медицинскую карту из числа доказательств в суде. Потому что если карта написана неразборчиво, соответственно ставится вопрос о том, вообще, как ее оценивать, если там еще непонятно, исключить. Тогда, соответственно, очень трудно доказать вашу позицию. Ну, на этом все. Вопросы. Вопросы.